Всего за три года сибирскому банному чану удалось превратиться из маленькой компании в лидера в своей ниши. При этом география продаж давно вышла за пределы России. С момента основания компании продано более 1 тысячи эксклюзивных сибирских изделий. Однако эта история не только про успех, но и про неожиданные повороты судьбы. Это история про лидерство и создание надежной команды. В 2015 году я работал в одной из компаний и ко мне в управленческой должности. Ко мне приехали тогда ребята как раз с Финляндии, друзья, и рассказывали об эмоциях какой-то штуки такой крутой, интересной. Говорили, что они по ней попарились, а потом целый день, целую ночь время спали и проснулись отдыхающими как младенцы. Я думал, что за штука? Начали разбираться, оказалось, что это чугунный чан. Чугунный чан это такая чаша, чугунная, в 2 метра в диаметре, снизу настоящий живой огонь и происходит процесс спарения на открытом воздухе. Я начал разбирать, смотреть, есть ли в России такое. И вот, соответственно, понял, что в России практически этого рынка нет, его не существует. Чем меня это привлекает идея? Я увидел эмоции людей, которые поправились в этом чане и понял, что эти самые эмоции запомнились и они говорят, мы с удовольствием туда еще раз приедем. Оттуда зародилась идея Банао Чана, я понимал, что это точно востребовано будет, это точно с точки зрения ценообразования будет интересно. Задачи изначально, когда продукт создавался, задачи были создать то, чего нет на рынке. То, что можно запатентовать, то, что является будет эксклюзивным, то, что можно дальше продвигать и работать не только по России, а по всему миру. У нас сначала бюджета было 300 тысяч рублей. И, соответственно, есть продукт, есть какие-то определенные деньги. 150, по-моему, потратили на создание чана, и 150 у нас оставалось. Есть продукт, есть идея, у нас оставался месяц жизни. И думали, что делать? Мы вложили в рекламу, создали сайт и запустились. Первый месяц мы продали порядка 6 единиц уже продукции. И мы были на кураже полнейшем. Мы не ожидали такого, что будет настолько... То есть правильно настроенная рекламная компания, правильный хороший сайт, правильная подача. Оказалось через полгода, что мы неправильно просчитали себестоимость. И оказалось, что у нас стоит в производстве 20 единиц продукции, на них куплено железо, а денег на счету 50 тысяч. А чтобы произвести, нужно 3 миллиона. И вот тут мы поняли, что что-то мы сделали не так. Там встал момент вообще закрытия бизнеса. Мы взяли кредит. Мы взяли кредит и начали потихонечку производить дальше. Мы не остановились дальше, начали действовать. Мы неделю стояли, практически анализировали, думали, начали действовать дальше. А вот в 2019 году второй мой партнер, который работал со мной, он в сентябре, 2 сентября вывез все в производство. Ну, то есть на тот момент было в производстве порядка, чтобы понимать, вкратце убытка, наверное, порядка 30 миллионов в производстве изделий. На 30 миллионов изделий было. И просто человек вывез из производства и сменил замки. То есть, по сути, он лишил такой, как бы, части жизни компании. Я каждой ситуации благодарен. Именно такие ситуации делали нас сильнее. Именно такие ситуации и создают бизнес. Именно такие ситуации создают личность и человека, который ведет за собой. Команда не ушла. Ни один из людей, здесь надо отдать должное, ни один из команды, на тот момент у нас работал по 35 человек, не ушел, не отвернулся. 2 выезда, 12 числа мы уже восстановили производство. Тоже просрочки были по полгода, потому что большой достаточно. С каждым связались, объяснили ситуацию. Все в целом дождались. В январе 2020 года мы все просрочки отгрузили. Бизнес – это не деньги. Бизнес – это команда. Понимая это, вы должны также осознавать, что вы несете за них ответственность. Ответственность – это важная часть. У них есть семьи, у них есть дети. Они в вас верят. И вы не должны их подвезти. Дмитрий – лидер. Это наш локомотив. Все мы идем за ним. Чувствуем себя уверенно, спокойно. Я на первом собеседовании поняла, что это именно та команда, та компания, в которой мне будет классно. И мои ценности совпадали с ценностями Дмитрия. Поэтому я здесь так долго и, думаю, мы еще много лет проработаем вместе. 2018-2019 год был прирост 33%. 2019-2020 год, в 2020 году мы приросли плюс 48%. То есть наш бизнес постоянно растет, и мы не останавливаемся. Наша компания имеет 12 патентов. На сегодняшний день уже 15 патентов и два товарных знака. Мы работаем не только по России, мы работаем в целом по всему миру. Мы кардинально меняем позиции компании с точки зрения позиционирования на рынке и России, позиционирования на рынке в Европе. Планы у нас большие, полностью я их не расскажу.